Вот прошло некоторое время, 10, 20, 30 лет. И я понял, это адская вообще должность быть руководителем. Вот первое мое столкновение с властью в 90-е годы – создание театра. Когда я пошел по кругу, когда я спускался в парные, в бане, и, знаете, как каждый актер скажет, что надо немножко, когда тебе тяжело, там, показать лицо. Не быть неконтактным, быть коммуникабельным, контактным. Приди в ресторан, посидим, у меня девочки будут. И когда я пошел по кругу создания театра, я не говорю, что все такие, но меня обманывали. И очень сильно. Я очень хорошо помню этих людей. Вот это была власть. Коллеги считают, что актер должен иметь слоновью кожу и кровоточащее сердце. Каждая новая роль, спектакль, фильм должны открывать для него что-то новое, как для актера и режиссера. Он не любит повторяться, поэтому с удовольствием берется за самые разные роли. Чувство успокоенности, удовлетворения ему практически незнакомо. Он не прочь пошутить над собой, не терпит ханжества, не любит тусоваться, появляться в свете и выслушивать комплименты. Еще в конце 80-х, будучи преподавателем школы-студии МХАТ, коллеги на его ученики решили выстроить театр-дом. Так и родился театр Этсетра. Ну вот вы говорите, я очень хорошо помню этих людей, меня обманывали, бани, сауну или что там такое. Да. Вот эпизод, который вам запомнился, когда вы понимали, что это та же политика, возможно, это та же Ефремовщина, в хорошем смысле слова, да, но вот уже в другом каком-то, в другой форме совершенно. Создание театра и вообще все, это, конечно, постоянный диалог с властями. Постоянный диалог с властями. Например, вы знаете, вот до сих пор у меня травма, конечно, такая. То, что великий режиссер Анатолий Васильев, например, уехал. И я его подводил к Лужкову. Я писал письма Лужкову. Лужков реагировал, принимал. И Швецовый принимал. Ну, в силу характера. Я понимаю, что чиновник должен, в конце концов, не обращать внимания. Потому что чиновник и завод. А художник останется. Васильев останется навсегда. Но в силу того, что он не умел вести диалог, глубоко убежден. То, что он сразу взрывался, то, что он сразу кипятился. И все это привело к тому, что он вынужден был уехать. Я уверен, что это во многом зависит от него. Можно было найти. Театр никто не закрывал. Ему театр построили. Уникальнейший театр. Театр-лаборатория. Все, что хочешь, делай. Ну, показалось чиновникам, что он не так ведет репертуар. Ну, показалось чиновникам, что надо не раз в неделю играть, условно говоря. А каждый день играть. Но все можно было обо всем договориться. И театральная общественность поддерживает. А тогда очень слушались театральные общественности. Знаете, как бы сказать, театральные интеллигенты, особенно люди с именами. Ну, договариваться надо. Я с этим ничего не сделаю. Это нормальная ситуация. Вы спрашиваете актера, который всю жизнь завязан. И такая работа. На замечаниях. И на договоренности. Понимаете, про что я говорю? Тебе замечания делает все время режиссер. Все время. Все время ты не так. Если ты хочешь роль сделать, ты обязан слушать режиссера. И все время это унижает. Это немножко, так сказать, становится некомфортно. Особенно перед молодыми актерами. Но все время тебя делают замечания. И договоренность. Есть ли режиссер, есть ли актер договариваться о том, что тема этой роли будет такая, а не такая. Нет, я не буду. Я такой, мне не нравится. Но тогда ты никогда не сможешь в театре работать. Ты никогда не можешь заниматься этой профессией. Может быть, у нас изначально заложена эта вот такая психологическая составляющая. Договориться. Ну, смотрите, мне приходилось слышать от разных деятелей искусства, я имею в виду сейчас и актеров, и режиссеров, я сейчас имею в виду, и театра, и кино, и художников, живописцев, и писателей, и музыкантов даже, что две полярные точки зрения абсолютно. Одна заключается в следующем, что поскольку все так называемые представители власти, это, на самом деле, люди ущербные, люди с комплексами, они приходят нами руководить, это единственное, на что они способны. Мы не можем руководить, потому что мы должны заниматься другими вещами, по-настоящему вечными. И поэтому, что бы мы с ними не делали, это мы их используем, а не они нас используют. Я использую, мы, то есть, деятели искусства, используем власть. Мы используем власть для того, чтобы они нам сейчас дали много денег, я сниму гениальное, потрясающее полотно, которое войдет в историю, возьмет много Оскаров. И какая разница потом, вот потомки, они не будут вспоминать, с кем я пил чай на своей даче, с кем не пил, кому я как смотрел, с кем я как разговаривал, они будут вспоминать вот это великое полотно. Другие считают, ничего подобного, все равно, ни при каких обстоятельствах, цель оправдывает средство, такой лозунг не работает. И если даже ради, там, мне скажут, что я, да, мне дадут денег, скажут, сними великое кино, поставь великий спектакль, напиши потрясающую картину, получишь выставочное пространство, но для этого я должен кому-то вылезать в известное место, я этого делать не буду, потому что не буду делать никогда, потому что это будет измена мне, себе, искусству, и в итоге все равно я не смогу тогда написать хорошую картину. Вот есть такие две точки зрения. Наверняка есть и в компромиссные какие-то варианты, но тем не менее, вот что вы думаете по поводу обеих? Все мы, если говорить, люди несовершенные, и все мы далеко не совершенные люди, и пока я думаю в свое ближайшее будущее, я не увижу совершенных людей, но вот все равно вот приходится жить таким образом, чтобы уметь, я не знаю, там, быть адаптированным к жизни, назовите так вот. Вы с властью, не с властью, с ребенком, не с ребенком, но все равно будете договариваться. Я больше всего не люблю твердолобых людей. Вот это и по истории, и потому что я читал, и потому что я знаю, на своем опыте, это самые опасные люди со своими принципами. Это страшнее не бывает. При том, что не просто принципы, у меня этические принципы, у меня человеческие принципы, у меня там... Но это сразу вводит человека в какой-то такой туннель, из которого он никогда не может... И ты с ним блуждаешь в этом туннеле, и не понимаешь, куда ты забрел с ним. Он кайфует, потому что он в принципе, потому что он с принципом, потому что он... Я никогда не предавал, я никогда... Я не считаю... Тихо, 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 хочется сказать, спокойнее. И предавали. Я как читал исследования израильских ученых, а потом они распознанили, Америка вся проверила, что человек врет каждое... Человечество врет каждые две секунды. А есть для вас люди, явления, события нерукопожатные? Это вопрос, который я сам себе задавал. После одного для себя очень трагического случая я думал, что я этому человеку никогда не пожму руку. Не буду распространяться, это лично, связанно с моей семьей. И прошло много лет, я увидел этого человека пожилым 80 лет, 90 лет, думаю... И он как-то то ли забыл, то ли подошел к мне. И так руку за спину мне оттянуть нельзя было. И с тех пор я себе сказал, что... Что... Что-то, видимо, в жизни все надо прощать.